Я вообще думаю, что настоящие народные песни, они вот не для того, чтобы их петь со сцены, они пелись вместе с природой. Аплодисменты. В 15 лет мы ездим по России, по нашей республике, ездим по деревням, по селам и изучаем народные песни. Дело в том, что русская народная песня – это явление очень сложное. Эту песню поют всюду совершенно по-разному, на севере по одному, на юге по-другому. И даже можно говорить о том, что это разные песни. Не просто одну и ту же песню по-разному поют, предположим, в Архангельской области и на Дону, но это совершенно разные песенные культуры. Вообще можно сказать, что у русских есть много народных музык. У каждой деревни есть какие-то особенности, которые складываются в областные особенности. И по существу, когда приезжаешь куда-то в совсем новый район, в первый раз в экспедицию, в деревню, то если ты не знаешь, как там поют до этого, даже очень трудно понять иногда текст, очень трудно иногда понять, а как же эту песню можно спеть. И вот именно, наверное, поэтому эта песня пока плохо известна. Это кажется странным, что песня, которая поется в русских деревнях, плохо известна самим русским людям. Но это факт, и это не случайно, потому что большинство этих песен существует только в тех очень небольших районах, где их знают. Мы споем, ну, предположим, четыре песни из разных областей. А вы нам попробуйте сказать, из какой области первая, из какой области вторая, из какой области третья, из какой области четвертая. Хорошо? ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! А для того, чтобы вы ответили на вопрос, откуда эти песни? А это вам все было трудно так делать? О, конечно! Сейчас уже не очень трудно, потому что мы научились. А вначале было очень трудно. И вот, например, эту третью песню мы учили полтора года, пока смогли спеть. А, ну откуда эти песни, не знаете? Вот какая откуда, не можете сказать? Нет. И никто не может? Давайте. Ну, первую песню, я думаю, она из Казанской области. Из Казанской. Так, то есть из Татарии. То есть татарская песня. Понятно. Так. А вторая? Вторая не знает. Кто-нибудь знает, откуда вторая? О, уже кто-то идет с микрофона. Давайте, давайте. Передавайте микрофон вообще живо. Вы не стесняйтесь с ним. Если сломается, то другое дело. Мне кажется, что вторая из Вологды, наверное. Вторая из Вологды? Мне кажется, так. Так, может быть. Сейчас я скажу. Мне кажется, Калужская. Вторая? Это уже ближе. Так. А еще какая-нибудь откуда? Ну? Смоленская? Нет, Смоленской не было. Ну, и Калужской, правда, не было. И Вологодской тоже. И Татарской тоже не было. Ну, ладно. Давайте я вам сейчас скажу. А потом, тогда придется мне объяснить, почему каждая из этих песен вот оттуда, откуда она на самом деле. Потому что эти песни действительно очень разные. И действительно очень плохо известно, где как поют. Вот это, хотя уже 200 лет ученые изучают, но и ученые сами-то это пока плохо знают. А уж до того, чтобы каждый мог это знать, еще очень далеко. Итак, первая песня. Первая песня. Может быть, вы хотели сказать, что она не казанская, а казачья? Потому что она казачья. Она не украинская, нет. Хотя, понимаете, казаки, ведь они не считают себя русскими целиком. Они считают себя особой нацией. И действительно, они имеют что-то общее с Украиной. Поэтому можно считать, что эта песня немножко украинская. Эта песня из Волгоградской области, с Дона. Где ее поют донские казаки? И донские казаки поют совершенно особенно от всех остальных. Очень сильно отличаются. Потому что большинство своих песен они поют верху. Опять-таки, ну я не знаю, мне что-то хочется вас все время спрашивать. Но вот кто-нибудь из вас, опять-таки из детей, умеет ездить вверху? О, действительно, умеют. Но девочки почему-то. А у казаков вверху ездили мужчины. И поэтому у казаков вот такая очень протяжная мужская песня, которую поют в основном мужчины, а в общем не девочки. И даже верхние голоса там поют мужчины. Но для того, чтобы научиться петь казачьи песни, нужно сначала научиться ездить вверху, потому что совершенно особое дыхание вырабатывается. Ну вы представляете себе, как человек едет вверху на лошади? Да, вот он сидит и так едет. А теперь представьте себе, что лошадь поскакала. Он едет вот так вот. И теперь представьте себе, что в это время он еще попытается петь. И вот тогда вы сразу поймете, что такое казачья песня. Эта казачья песня, это такая песня, которая так и поет. Вот мы, наш ансамб, для того, чтобы научиться петь казачьи песни, сначала научился ездить вверху, потом научился петь вверху, а уже потом вот стал петь просто так, стоя на сцене. Так вот, у нас есть ученики, которые поют и казачьи песни в том числе. И эти ученики тоже умеют ездить вверху, так же, как и мы. И поэтому мы их пригласили на эту передачу. И сейчас попробуем спеть вместе с ними как раз те две песни, которые поются только вверху, и тогда, когда лошади идут на рысях. То есть вот как раз вот таким образом. Пожалуйста, я приглашаю вас. Они вообще живут довольно далеко отсюда, в Америке, в штате Вермонт, в городе Миддлбери. И на самом деле они не очень наши ученики, потому что они ученики своего учителя, а их учитель профессор и доктор Кевин Мосс. Я сейчас его вам представлю. Для того, чтобы было понятно, кто вы такие, чуть-чуть расскажите о своей школе, о том, как у вас там изучают фольклор. Ну, это такой университет маленький в Вермонте, где учатся студенты, человек, ну, 2000 примерно, в Зелёных горах Вермонта. И там очень многие изучают русский язык. Так, понятно. Ну, а теперь, вообще говоря, казаки ездят обычно сотнями. До сотни мы пока не добрали, но вот сколько есть сейчас. Все мы вам споём эти песни. Представьте себе, что мы не стоим тут напротив вас, а что мы все сидим верхом. Мы, к сожалению, не можем это здесь сделать. Мы бы сделали, но лошадь не затащишь. Что мы сидим верхом, что лошади под нами скачут, а мы поём эту песню. Давай. ПЕСНЯ 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 Вот они там сидят. Это одна из самых-самых красивых таких древних языческих песен. Лучше чуть вперед встать, когда вас будет лучше слушать. Одна из самых красивых таких языческих песен, и как раз записана она в селе Сорокино Ульяновского района Калужской области. Это один из самых-самых песенных и древних районов в России. Сорокино Ульяновского района Калужской области. 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 Ну а теперь мы вам покажем целую игру и целый обряд из Брянской области, который сохранился со времен язычества. Это, он называется Кострома. И впервые мы увидели этот обряд Кострому в селе Дорожево Брянской области. Но мы покажем вам не совсем точно то, что делают в селе Дорожево, потому что его играют и в других селах, и в Курской области, и в Калужской тоже. Кострому, и нам удалось понять, как Кострому играли, ну где-то, ну тысячу лет назад, может полторы тысячи, так, совсем не дам. Вот скажите тоже, ответьте мне на такой вопрос простой. В деревнях 300 лет тому назад были школы? Нет. А как же люди вот учились? Ну например, во что-то одевались. О, кстати, это очень интересно. Видите вот эти костюмы у нашей женской группы? Все эти костюмы настоящие, они тоже привезены из разных областей. Вот мы сейчас сыграем Кострому, а потом поговорим про костюмы. Так вот, дело в том, что в деревнях не было специальных школ, но тем не менее дети учились, и учились очень многому. И учились, например, ткать, прясть, учились делать все то, что человек должен уметь, если он живет в деревне. Ухаживать за животными. Были грамотными очень, кстати, русская деревня была грамотная, их учили и читать, и писать. Ну вот, учили их через игры. И Кострома – это одна из таких игр, при помощи которой можно было научиться прясть и ткать, вообще обрабатывать лен. Представьте себе, еще совсем недавно, вот сейчас вы увидите, что наша артистка будет имитировать обработку лена. Представьте себе, что совсем недавно еще ставили настоящие станки ткацкие, настоящие прялки, и она вот, сама Кострома, которая в центре, она все это делала на самом деле, а те, кто водили хоровод вокруг нее, они ей помогали, и они учились этому у нее. И игралось это достаточно регулярно, и по существу вот через такие игры можно было научиться очень многому. Ну, сейчас мы покажем вам Кострому, пожалуйста, Кострома сюда. Кто у нас Кострома? Аня Конохова у нас будет Кострома. Мужчины не пряли и не ткали, они только ездили верхом и пели песни. Нет, ну на самом деле мужчины многое умели делать, но вот этого они не умели. И поэтому в этих хороводах они не участвуют. Пожалуйста, замыкайте хоровод, обязательно нужно круг замкнуть. И Кострома из Брянской области. Кострома из Брянской области. Кострома из Брянской области. Кострома из Брянской области. Ну ладно, набирайте. Кострома из Брянской области. 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 Стариня моя, Кострома, Кострома, Сидкий сердцу могу, Ну, Кострома, Сидкий милей парадон! Здоровенька, Кострому! Здоровенька! Чего делаете? Попотвалил, помер ладу совсем, Теперь шкачу попрыгаю. У-у-у! Ах, нас на горке, на этой горке, Ах, нас на горке, на этой горке, Ах, нас на горке, на этой горке, Ах, нас на этой 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 горке, Ах, нас на этой горке, Ах, нас на этой горке, Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 Это костюмы настоящие из деревень. Их там и ткали, и пряли, и шили. И эти костюмы мы привезли оттуда, где мы записываем песни. Этот костюм как раз из Архангельской области. И у нас есть калужский костюм. Эти костюмы очень красивые, поэтому если вы хотите, кто-то из вас может, ну женские костюмы, естественно, кто-то из девочек, может одеться в этот калужский костюм. И вы сами убедитесь, насколько она станет сразу очень красивой. Я не сомневаюсь, что и сейчас все девочки очень красивые, но тут станет просто совершенно необыкновенно. Так что мы предлагаем вам, кому хотите, одеть этот традиционный калужский костюм. Единственное наше условие, это одевайте его самостоятельно. Надевайте как хотите, а мы потом посмотрим, правильно вы оденете или неправильно. Александр Занилов представляет инструмент. Давайте. Быстро. Быстро кто хочет. Иди сюда. Давайте, давайте сюда. Ну давай. Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...